Подруги, добро утро! У нас начался новый день. На улице светит солнце, котеночек завтракает. Настроение, как обычно, драконье, поэтому я особо его не трогаю. Бабушка наша там уже, если вы слышите по звуку, где-то у забора косит траву, так что день наш начался в полном объеме. Все уже как пчелки работают. Ну как, кроме нас, очевидно. Держи. Рука-черпак. И, кстати, по вашим рекомендациям, сделал сегодня ему кашу более густую, в надежде, что он будет легче справляться с ложкой. Ну, вроде как-то старается. Но рука-черпак пока еще тоже активно работает. Все, ты съел, все. Ты съел. Больше нет банана, смотри. Все, тут нет ничего. Ты съел. Все, банана нет. А, мама, кашку ешь. Дракоша. Вообще, у него, мне кажется, зубы лезут, потому что он очень сильно капризничает, слюни текут рекой, и по ночам он просыпается. То есть он, конечно, засыпает, он просто просыпается, плачет, и через минутку снова засыпает. Либо сам, либо мне нужно подойти к нему, его погладить. И он очень-очень капризный. Поэтому делаю вывод, что, скорее всего, у нас будут скоро еще зубки. Так, Прада, а ну-ка проваливай давай. Такая ты попрошайка. Каждый раз, когда ребенок ест на улице, она вот тут как тут. Давай, проваливай. Прадуся. На-на-на-на-на, только не трогай собаку. Так, Прада, давай, иди. Фиг прогонишь эту кабанину. Ты! А ну-ка иди отсюда, Прада, эй! Прада! Иди отсюда! Еще ругается на меня, стоит там и заигрывает. А ну-ка проваливай. Прадуся, проваливай! Прадуся, проваливай! Боится меня? Ужасно. Но очень сильно хочется. Так, не пугай мне ребенка. Давай, проваливай. Прадуся. Падуся, прадуся. Вот так у нас наши дни проходят. Также сегодня с большой радостью поздравляю Александру, который выиграл робот-пылесос. Кто не видел результаты розыгрыша, заходите в мой инстаграм. Закладка актуальна, и там есть результаты опубликованные. Вы можете посмотреть, кто же у нас выиграл. Ну, а для тех, кому не так сильно повезло, радостная новость. Мы сегодня начинаем новый розыгрыш и будем разыгрывать наши любимые коврики Маймата. В Питере ждут две коробки, целых два комплекта. Цвета собирала для вас сама. Так что, подруги, готовьтесь. Сегодня новая возможность выиграть целых два комплекта ковриков Маймата для ваших малышей. Маймата для ваших малышей. Так, а у меня сегодня на завтрак бутербродик, который наверняка сейчас у меня от Минметра, и мой любимый утренний кофе. Маймата для вашей малышей. расправился мы стали им активнее пользоваться и вроде расправился поэтому хэппи бэйби ладно неплохой у вас нагрудник все нормально что-то я погнала на вас подруги а кто хочет поучаствовать в нашем розыгрыше май мото рассказываю про условия у нас на кону целых два комплекта в каждом комплекте по 20 элементов и вы можете выбрать все что вам нужно сделать во-первых подписаться на наш канал подписаться на наш инстаграм также подписаться на инстаграм май мото поставить лайк этому ролику и написать в комментариях под этим видеороликом ваш инстаграм и что вы участвуете все больше ничего не нужно как только все эти условия выполнены вы в деле ты тоже в деле котенок вы в деле а мать в каше да бутик ну перестань а участвует только российская федерация в описании под этим роликом оставлю все условия так что заходите читайте и участвуйте завтрак окончен серьезно они стоят 500 евро короче участвуйте в нашем розыгрыше я пойду разбираться вот с этим так на все бэтмен поел да котенок и уже лазит тут у меня по саду ну давай топ топ вставай вставай топ топ нет никак не хочу вставать уже несколько раз он вставал идея проделывал даже несколько шагов но делает это сильно выборочно только так как ему этого хочется и как он задумал кстати про одежду эту одежду я покупала когда еще была беременная размер 68 и сейчас когда ребенок одевает там 80 даже 86 иногда комплектик из-за чн-м в этом носке ему было прям в пору да котенок давай правда иди крему она питает какую-то очень нежную любовь и очень его охраняет ровно так же как и мелкий наш хищник ну куда ты попер к этой праде опять вот сиди там и смотри на свою праду в лепестках роз в любви оба сидят и чудики мои рэми но 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 продусик ну любишь своего маленького тут у тучку приехал к тебе вон наш хищник хищник пиле пель она пол глухая вообще ей лет 14 наверно пеля пеля короче поле не в теме хвост у нас тут ходуном конечно каждый раз когда видит бабушка расплываются в улыбке господи у них тоже какая-то особенная любовь что матери на руку потому что мать может оставить ребенка с бабушкой так не менее важная задача на сегодня справиться вот с этим сегодня я намерена разобраться с этим стулом серьезно как сказать отомстить за всех матерей которые мучаются и драют ежедневно вот это все вот своих стульчиков сегодня у меня есть оружие и мы будем мстить за матерей когда мы будем мстить за матерей Тебе тоже сегодня не повезет. Все, бабы, это за нас. Каждое утро после завтрака мы приводим себя в порядок, намываемся. Так, давай, крышку сюда, на. Брат одолжил нам ходунок, поэтому мы можем тут с ним бегать носиться. И первую часть утра, пока солнце еще так сильно не светит, ребенок носится по территории. И тут его бассейн. Бум! Тут он занимается своими игрушечками и играется. Амазон почему-то прислал мне сообщение о том, что не могу доставить мой бассейн Интекс, который я изначально заказала. Вернули мне деньги, и я срочно здесь на месте нашла вот такой вот прекрасный бассейн за 4 евро. В комплекте сам бассейн, круг и вот такой вот мяч. Так что, мне кажется, сделочка еще более хорошая. И также для большого бассейна я нашла вот ему такой круг, который такой достаточно плоский. И здесь у него есть седлушка. И мелкий может в большом бассейне вот так вот безопасно тусоваться. Взяла именно этот круг просто потому, что как только он увидел большой взрослый бассейн, который мы тут установили, ему срочно и в него надо все. Маленький бассейн, это так, если только с мамой посидеть, поиграть. Но большой бассейн, это прям все, ребенку надо. Вот такая вот круть. И вот так вот мы с ним тусуемся в нон-стопе. Его нужно крутить, вертеть, он тут плавает, потом ему надоедает, и потом в работу включается мама. Мне нужно брать его на руки, и, конечно же, у нас начинаются водные игры тут. Швыряние, купание. И с огромнейшим криком, когда я уже понимаю, что пора выходить, ребенок из этого бассейна достается. В общем, в целом я, конечно же, счастлива, что мы можем с ребенком так лето провести. То, что Арса нет, это, конечно, очень печально, грустно, и хочется быть вместе. Но в этом случае, когда пандемия, есть вот эти большие ограничения, он вынужден оставаться в Санкт-Петербурге. Мы, в общем-то, выбираем то, что лучше для ребенка. И, конечно, каждый день вот так вот проводить время этого дорогого стоит. И ребенок развивается, он буквально на второй день встал. Ну, в общем, мамочки знают, насколько хорошо ребенку находиться на природе, купаться, быть свободным, изучать, ну, и, в общем, развиваться так, как ребенку полагается. Сейчас мы здесь побудем до 12, наверное, и в 12 мы уже укладываемся спать на наш дневной сон. Дневной сон у него сейчас здесь от полутора часов до, ну, максимум двух-трех. Ну, три часа он проспал в первый день. Потом уже все остальное два часа, полтора часа, как получается. Ну, и все. И потом вторую часть дня мы немного осторожнее с солнцем. Мы, конечно же, больше находимся в тени. Я уже на него одеваю майку, чтобы защищать его от солнышка, чтобы он не обгорел. Так, и вот после большого бассейна мы играемся у маленького бассейна. Здесь у нас всякие разные лодочки, леечки. Чего у нас только нет тут? Совочки, машинки. Ну, в общем, все как полагается для летних игр в саду. Единственное, что у нас нет здесь, это песочницы. Ну, я думаю, что, может быть, мы найдем какую-нибудь портативную такую небольшую и поставим куда-нибудь здесь, не знаю, в каком-то месте тут в саду. Ладно, хватит дурачиться тут, пойдем уже спать. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! 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 Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!